МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Анатольевич Евдокимов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области, полковник внутренней службы. Александр, добрый день. Здравствуйте. И Сергей Евгеньевич Шлойков, руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Уважаемые друзья, у нас уже вошло в традицию, что мы собираемся с вами в начале каждого сезона. Сейчас лето долгожданное, наконец-то наступило. Время планов, надежд, время солнца. Но нельзя забывать и о летних угрозах, которые, к сожалению, нас подстерегают, кажется, на каждом шагу. Давайте поговорим об этих угрозах и еще раз напомним жителям Тверского региона, чего нельзя делать ни в коем случае, чего опасаться. Давайте, возможно, начнем с весеннего сезона, весну, которую мы пережили. Мы собирались с вами в начале марта, по-моему, и делали какие-то прогнозы и предупреждали, опять же-таки, чего опасаться людям. Что сбылось, что не сбылось, насколько спокойно прошла для нашего региона весна. С кого начнем, Александр Юрьевич? Давайте, наверное, с меня. Прогнозы, к сожалению, сбылись. Мы прогнозировали увеличение количества пожаров, в том числе и палов травы, так называемых ландшафтных пожаров. Каждый год происходит одно и то же. Да, ведь каждый год мы предупреждаем, уважаемые друзья, это опасно. Да, к счастью, удалось избежать каких-то серьезных пожаров, но количество пожаров все равно большое. И даже этот год, может быть, с погодой нам повезло, и тот период, который длились эти пожары, он всего лишь был две недели. Обычно от трех до четырех недель. Это до месяца может длиться, да? Да, но количество пожаров практически такое же, как было и в прошлые годы, и площади очень большие, до сотен гектар. А в чем дело, почему жгут траву-то? Вот мы предупреждаем, что это и наказывается, что это, в конце концов, главное наказание, вы лишитесь жизни. Ну, человеческий фактор, обычное разглядейство. Кажется, что на авось на русское, что пронесет он на этот раз, да? Ведь это же ветер сильный, он распространяется очень быстро. В этом году были такие моменты, когда ветер был очень сильный, больше 20 метров в секунду, и у нас реально существовала угроза, когда в деревнях были пожары, и вот именно из-за ветра огонь распространялся очень быстро и до 100 домов, которые вот мы спасли. Я помню, как в 2003 году я выезжала в Кувшинском районе, деревня тогда горела, и люди, вот сторожилы, ветераны сравнивали это с войной. Они говорят, это буквально такое ощущение, что с неба летит огонь, потому что был такой же сильный ветер, о котором вы говорите, и тогда же полдеревни практически сгорело. Ну, это стихия, да. Обычному человеку, неподготовленному, противостоять невозможно. То есть это нужно брать, как говорится, ноги в руки и бежать, просто бежать. Просто бежать, спрятаться, и хорошо, если поблизости есть, если дальняя деревня, пожарная часть, да, что придут профессионалы на выручку. И об этом нужно помнить. Серёж, на воде как весна прошла? Мы тогда, кстати, разговаривали, вот когда собирались здесь за круглым столом, что, опять же таки, тонкий лёд была угроза, да, и тогда погибла девочка. Ну, да, девочку не уберегли, единственный вот такой вот случай был в Андреаполе, когда, ну, опять же, это ребёнок остался без присмотра, пошёл кататься на горку, и потом искали целую неделю, как известно. А других таких случаев не было, чтобы вот люди гибли, но провалов под лёд весной было достаточно. То есть уже самая рыбалка, самый последний лёд, всё равно люди идут, думают, что всю рыбу поймают, которую не поймали за зиму, поэтому, пренебрегая всеми мерами безопасностями, мы достаточно много зафиксировали провалов под лёд. Даже как ребята дежурят, утром идут рыбаки на Волге, это в районе Мелкого, Радченко, вот эти вот места традиционные, говорят, предупреждают, не ходите на середину, потому что обратно не выйти будет. Ну и всё, солнышко пригрело, после 12 назад выйти не могут уже. Это же ситуация, насколько можно говорить одно и то же, что вы с палом травы. Ну, как бы видят, спасатели стоят, но ничего, они нас назад всё равно перевезут, ну, с таким подходом. Вот, поэтому, ну, мы занимаемся, конечно, в первую очередь, это профилактика, объясняем людям. Не, ну, кто-то нормально воспринимает, кто-то берёт сам с собой средства спасения, там, в виде жилетов, там, верёвок, ну и других. Друг другу помогают зачастую. Кстати, который мы здесь же учим, обучаем пользоваться этими средствами спасения. Ну, а сейчас вот за май не очень вода прогрелась, достаточно-таки тёплые дни были, но, тем не менее, переменчивая погода и дожди не дали прогреться, как следует воды, но смельчаков у нас уже сейчас хватает. Ну, как же, ну, как же это началось, как же не скупаться. Любители, да, ближнего зарубежья, вот мы буквально на днях вытаскивали одного прямо здесь в районе Ленинградской заставы, они троём просто поспорили, переплывёт один Волгу или не переплывёт. А он плавать-то умеет? Да, он уже на середину заплыл, ребята его подбегают, знакомые, вот, мы тут поспорили, а вдруг он не доплывёт, помогите. Вот, всё, подплыли, всё, забрали его на борт, назад на берег доставили. Ну, он проиграл, он не доплыл, не переплыл. Ну, почти не доплыл, да, поэтому, а больше всего они боятся даже сообщить, что вот такая вот ситуация. И таких случаев, ну, очень достаточно много каждый лет, что люди не понимают, а тем более, когда находится состояние опьянения, начинают переплывать Волгу. А тем более, когда судно движется, и в бликах воды трудно увидеть человека. Поэтому в любой момент, даже если он доплывёт, да, сил хватит, его, может быть, судно проходящее не заметить и переехать. Вот чем опасно это ещё. Александр Анатольевич, Вы как подытожите три месяца весны? В продолжение того, что сказал уже Александр Юрьевич, что хочется сказать, действительно, у нас очень сложная ситуация, особенно погибели людей. Мы в плюсе на 15%, как пошло это с начала года, так и, к сожалению, пока нам не удаётся стабилизировать обстановку, несмотря на то, что и ряд профилактических операций мы проводили, и задействовали и органы, и соцзащиты, и администрации. Мы, в общем-то, всех, скажем так, поднимали в ружьё, но, тем не менее, вот сейчас, особенно вот с гибелью людей, и в частности с детской гибелью на пожарах, ситуация у нас довольно-таки такая серьёзная. К сожалению, у нас на пожарах погибло уже за текущий период этого года четыре ребёнка. Вот. Основной фактор – это оставление детей, опять же, как и на воде, без присмотра. Без присмотра. Без присмотра. Вот. Поэтому сейчас мы имеем такие вот трагические последствия. Но здесь это дело общее. Вот вы перечислили, с кем вы, да, проводили вот эту профилактическую надзорную работу. Здесь и органы власти подключаются, и другие правоохранительные структуры, потому что это действительно серьёзно. И плюс ещё алкоголь. Да, Александр Юрьевич, вот если вот вы приводили примеры, если вот начало лета, да, основные угрозы, вот на ваш взгляд, на что прежде всего нужно обратить внимание? Ну, прежде всего, конечно, это связано, лето, мы все прекрасно понимаем, это отдых, то есть это выезд куда-то на дачу, выезд на природу, это выезд на воду. Ну, то есть вот все угрозы связаны именно с отдыхом. Вот сейчас вот, да, городские карьеры, наверное, будут кишить с людьми. Ну, конечно. То есть люди отдыхают, и не всегда это происходит организованным способом. Поэтому вот все угрозы связаны как с пожарами, так и с происшествиями на воде. Уважаемые друзья, прервёмся на небольшой перерыв, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы вновь в программе, в эфире программа «Тема дня». Напоминаю, сегодня говорим об угрозах летнего отдыха и летней работы для кого как. Для вас, наверное, лето – это самое жаркое в прямом и переносном смысле время года. У нас 1 июня – Международный день защиты детей. Я знаю, что в детском, в доме ребёнка «Теремок» сотрудники МЧС выставляли огромный арсенал своей техники, средства защиты, с которыми вы работаете. И это вызвало неподдельный интерес у детей. Это ведь тоже является основой профилактической работы. Вот посмотреть, с чем работают те же сотрудники пожарной охраны, спасатели, да? И сейчас мы говорим прежде всего летом о детской безопасности, потому что это школьные каникулы. Да, у нас открытое министерство. Мы в течение всего года, неважно, лето, зима, в течение всего года проводим дни открытых дверей. Мы знакомим с нашей профессией. Мы говорим о безопасности как зимой, так и летом. Это не разовая акция. И даже то, что было вчера в «Теремке», это один из элементов, то, что мы делаем постоянно. Ну, это вообще так детей интересует, да? Вот я посмотрела, дети разных возрастов подходят. И постарше уже, и совсем малыши, им хочется посмотреть со своими руками. И родители в восторге. Да? В первую очередь это ещё, да. Дети даже и на берег привозили. Да, и привитие пожаробезопасного образа жизни уже с детства. Вот уже, да? Ну, как мы говорим всегда с сотрудниками ГИБДД, когда они профилактику начинают правильного поведения на дороге проводить ещё с детского сада. Так и у вас, да? Когда мы говорим родителям, что нужно убирать спички от детей, ведь это же не просто так говорится. Взрослого человека уже научить невозможно практически. Всё прививается с детства. Вот как научили ребёнка, так вот он по жизни потом и пойдёт. В 2020 год он, конечно, на всё наложил свой отпечаток. Злосчастная пандемия. Теперь, в 2021 году, если начинается, начинает свою работу с детские здравительные лагеря, то вы туда планируете, вот как бы, вы уже, я знаю, что профилактическая работа во многом уже строилась в режиме видеоконференц-связи, так скажем, да? Ну, время такое было. То теперь вы переходите, что называется, глаза в глаза работу? Да, конечно. Во-первых, не только вот это началось вчера. Эта работа началась у нас с конца апреля. Это проверки лагерей, ни по какой, ни по видеоконференц-связи. Это непосредственно выезды в лагеря, комплексные проверки, обследования совместно, в том числе с привлечением испытательной пожарной лаборатории для проверки всех тех систем, которыми оборудованы лагеря. Вот. И вчера, в День защиты детей, ну, как уже сказано, естественно, не только в этот день мы проводим, и не только в Теремке, по всей области проведены мероприятия, показ пожарной техники, и в горсаду также было довольно-таки масштабное мероприятие, и во всех районных центрах, и в школах, где у нас организованы пришкольные лагеря, а их более 500. Вот. И в загородных лагерях в каждой смене мы планируем проводить подобные мероприятия. Везде будет проводиться профилактика, в том числе и при функционировании лагерей. Естественно, с соблюдением всех требований по безопасности. Которые, ну, все вот эти требования, они будут проверяться, то есть будете выезжать, да, непосредственно? Потому что это все, что угодно можно ожидать. Все лагеря уже подготовлены, и в процессе уже их применения, скажем так, отдыха летнего детского, мы будем уже проводить немножко другие мероприятия, то есть как раз направлены на безопасность, на привитие культуры безопасности. Что у нас ГИМС скажет относительно профилактической работы в лагерях? В лагерях, которые планируют купание детей, места купания эти обследованы, в первую очередь проведены водолазные обследования дна, вот, написаны все соответствующие приказы приняты, подготовлены акты. Вопрос, будут ли дети купаться, не будут, остается как бы открытым еще, то есть это не гарантированно, что дети будут купаться. Тем не менее, места... Но это зависит от погоды. Да, тем не менее, места, где возможно купание детей, они все проверены. Вот, также сотрудники совместно и с пожарной охраной, и с аварийно-спасательной службой наши будут обязательно проводить занятия непосредственно в лагерях уже в каждой смене. То есть мы с ребятами занимаемся, берем с собой различные, показываем спасательные средства, которые существуют у нас на вооружении. Даже пускай это не около воды, а хотя бы детям даже очень интересно, когда на них просто жилет одели, кто-то не был, может быть, не катался на лодке, а когда ему дали померить жилет, это у него вызывает восторг, у ребенка определенный. Поэтому такие занятия, они нужны, они проводятся, и мы всегда видим, когда даже около речки какие-то мероприятия проводят, и если присутствуют дети, они прекрасно могут сами показать, а вон дядя без жилета или еще что-нибудь. То есть результаты иногда мы видим и радуемся. И еще даже дети учат родителей своих. Да, тем не менее, имеет место случай, когда многими мерами безопасности пренебрегают родители. Вот трагический случай в прошлом году у нас произошел в Киморском, в городе Кимор, когда на гидроцикле посадил двое детей. Ой, да, сейчас это вот пора такая, да, наступает. Девочка была в жилете, осталась жива. Водители и пассажир тоже, пассажир несовершеннолетний, погибли оба. Поэтому жилеты – это в первую очередь, это спасение. Мы о том, какими мерами безопасности, средствами безопасности пользоваться на воде, поговорим чуточку попозже. Давайте пока еще одна угроза – это дети, которые находятся у бабушек в деревнях, либо в дачных кооперативах. Неорганизованный отдых, так скажем. К чему нужно быть готовым родителям и чего опасаться? Ну, здесь, во-первых, что хочется сказать. Еженедельно у нас составляется план рейдовых осмотров – СНТ, деревень. То есть ходите по дачным кооперативам, да? Да, особенно сейчас в летний период упор на данные объекты. Волонтеры даже? Да, конечно, да. Это студенты, которые сейчас менее заняты, то есть мы вовлекаем в эту работу. Просто осмотр того, как приспособлены дачные кооперативы, есть ли пожарный водоем, да? Ну, это минимальный инструктаж противопожарный, то есть простейшие мероприятия, которые необходимо выполнить, чтобы избежать большой беды. Распространение наглядной агитации, а также, ну, работа непосредственно с людьми. Ещё раз говорим относительно того, как вот мы начали с пала травы, чего делать нельзя, что называется, в 58-й раз повторяем. Чего нельзя делать на тех же дачных садовых участках, потому что сезон в разгаре, где нельзя сжечь траву, что может привести к большому пожару? Траву вообще нигде нельзя сжечь. А если касаемо дачных участков, самый простой способ, казалось бы, всем собрать мусор, сжечь, чтобы недалеко возить, деньги платить не надо, казалось бы. Но вот именно это как раз к беде и приводит. Причём в очередной раз хотел бы сказать, что не бывает индивидуальной безопасности. Если видите, что кто-то сжигает мусор рядом, кто-то неправильно вообще огонь разводит, или близко очень, или при сильном ветре, нельзя этого не замечать. Нужно обязательно делать замечания, обязательно, если человек не реагирует, к нам сообщать, на телефон доверия, на 112 позвонить, что вот создаётся некая угроза. Потому что пожар – это стихия, ещё раз можно сказать, и он стирает с лица земли ни один дом, ни два, ни три, а ещё и больше. А тем более, что те же дачные кооперативы, они рядышком всё там. Они все деревянные, всё рядышком, участки маленькие, всё построено близко, поэтому… И, как правило, трава не обкошена вокруг заборов деревянных. Ещё раз повторюсь, эта безопасность индивидуальной не бывает, только групповая обязательно. А вот говорили о том, что с сжиганием приспосабливаются специальные бочки, которые далеко от строения. Они каким-то образом обезопасивают, скажем так, жителей от беды? Если эта бочка стоит на камнях, на кирпичах и на чём-то, можно это как-то делать? Гарантированно? Гарантированно нет? Никто не может сказать. Никто не может сказать, даже в этой самой бочке, да? Даже в этой бочке. И здесь ещё как бы… Небольшой порыв ветра, и ситуация выходит из-под контроля. Совершенно верно. Ещё раз стоит сказать, что губернаторам принято постановление 28 мая, номер 300, о продлении особого противопожарного режима. И в период с 1 июня по 1 сентября будет действовать у нас на территории всей области особый противопожарный режим. То есть всё это? То есть просто жечь костры даже в бочках не допускается. Но это сделано не для бумаги, не просто для кого-то наказать или ещё что-то. Потому что предыдущий период, который был также введён, особый противопожарный период, он, к сожалению, не уберёг. Всё равно не уберёг. И у нас были случаи, когда в деревнях по 2-3 дома сгорали. Поэтому люди всё равно пренебрегают мерами безопасности. И мы специально выступили инициаторами, чтобы продлить этот период, чтобы ещё раз всем обратить внимание на необходимое соблюдение требований безопасности. Давайте сегодня, вот сейчас, основные пункты, чего нельзя в этот период делать? Значит, чтобы люди запомнили. Как я уже сказал, нельзя сжечь костры. Нельзя, ну, ни в коем случае категорически сжигать даже, ну, собранную там в кучу сухую листву, мусор, какие-либо листья. Вот, не допускается разведение также открытого, ну, вообще, в принципе, не допускается разведение какого-либо открытого огня. Вот. А как же быть с шашлыками, с теми же самыми? Ну, вот, если открытый огонь имеет место быть в шашлычнице, это не допускается. То есть, нужно, чтобы угли те же самые были, ну, в загороженном каком-то, да, приспособлении? Если это какие-то угли, здесь, конечно, ну, мы не можем в полной мере рассматривать это как открытый огонь. Но, как правило, все эти угли разжигаются определенными ЛВЖ. Угу. Вот. Открытый огонь категорически запрещено. Если такие случаи нами будут выявляться, естественно, мы будем обязаны принять меры, как минимум, административного воздействия. Штрафы довольно-таки значительные. А штрафы какие? На граждан 4 тысячи, должностные лица 15 тысяч, юридические лица до 400 тысяч рублей. Это вообще существенное наказание? Это большие штрафы. Ну, это мы сейчас говорим про населенные пункты. Про населенные пункты, а в лесу? Ну, вот и отдельная тема стоит, особняком, можно так сказать, когда рыбаки, туристы выходят на природу. Это тоже связано с массовым отдыхом. И бездумно начинают разводить костры, большие, маленькие, на торфяниках, там, где вообще нельзя пользоваться, даже курить, и то небезопасно. Там разводят костры. Люди, которые не подготовлены, не знают, что этого нельзя делать. И мы потом получаем очень серьезные проблемы. Значит, мы говорим, ну, просто я вот сама походник, я просто не представляю, как вот идти в поход и не разжигать костер. Мы на нем готовим пищу. Мы уходим далеко за полярный круг, там, наверное, такой проблемы нету, по всякому случаю, не было. Но как быть-то? Или это нужно еще раз, ты собираешься в поход, и тебе нужно знать, если ты разводишь маленький костер, как потом быть с этим костром? Конечно. Да, вот до эфира Александр Юрьевич сказал, что в первые 10 минут, да, можно любой пожар потушить стаканом воды, да? Совершенно верно. То есть любой пожар, даже большой, который многие гектары уже распространяется, он начинается от одной спички, от одного источника зажигания, который можно вот просто не проходить мимо, просто потушить, даже одним стаканом воды. Если этого не заметить, если быть равнодушным, проехать мимо, не сообщить об этом возгорании, то потом возникают большие площадные пожары, на которые тушение тратится, огромные человеческие ресурсы, финансовые средства и так далее, и так далее. Если собралась какая-то группа в поход по Тверской области, у нас места очень красивые, это нужно получать какое-то разрешение или что? То же самое, ведь костры, они предполагаются, как я уже говорила. Нужно зайти на сайт Министерства туризма, зарегистрироваться, мы каждую туристическую группу берем на контроль. Если есть водные маршруты, приезжают сотрудники ГИМС, по телефону могут проинструктировать или выехать на место. Если это разбивается какой-то лагерь туристический, так же наши сотрудники близлежащего подразделения приезжают, проводят инструктаж, связываются два раза в день по телефону. Все нормально или ненормально. Мы доводим до них информацию о прогнозе погоды, ухудшении погоды. То есть, когда это все организовано, проблем не возникает. Проблем нет. Но очень часто у нас выбираются так вот просто на выходные и сами по себе и рыбу половить, и просто отдохнуть от городской жизни. И это на самом деле проблема. Туристические группы, ну, нельзя сказать, что это проблема, понятно, что это отдых, это культурный отдых. Туристические группы зарегистрированы у нас уже до 500 человек, одна группа. То есть, такие группы тоже большие есть. Это целые... Одна группа до 500 человек? Да, есть такие. Это маленький город. Слушайте, а это какой-то неводный поход, а то я так думаю, это всю речку займет, когда они растянутся на лоб. Люди приезжают, организовываются, встречаются, то есть это... И разбивают лагерь, в палатках живут. Это действительно город. В нынешних условиях туризм развивается, внутренне. Но тем более, да, мы привлекаем и в нашу губернию, потому что на самом деле очень красивые места, и к нам, наверное, из других регионов часто приезжают. И у нас и вода привлекает, и природа, и все на свете. И сотрудники ГИМС, вы выезжаете, да, к таким группам, в том числе, да? И пожарный надзор, пожарная часть, и ГИМС сотрудники, все. И причем люди, которые там разных возрастов, и дети, и взрослые, и все на свете. Конечно, дети, да. Ну, надо же, удивительно. И еще относительно захода в лес. Сотрудники МЧС проделали какую-то работу по перекопке, так называемой, вот канавы выкапываются для того, чтобы огонь не распространялся? Ну, это функция не МЧС. МЧС берет это на контроль. Этим занимается Министерство лесного хозяйства, Минлес. Да, они проводят опашку как населенных пунктов, так и лесных пунктов. Да, делаются непосредственно, чтобы предотвратить, чтобы не было никакой беды, да? У нас опасность торфяных пожаров по-прежнему велика каждый год. Ну, мы прогнозировать ничего не можем, но здесь тоже что-то делается, да? Ну, во-первых, обводнение идет участков, то есть, как естественным путем заболачивания, так называемое, так и принудительным. То есть, специально создаются бригады, чтобы задержать воду, чтобы наполнить уже отработанные торфяные месторождения, чтобы они наполнились водой. Но, с учетом того, что у нас практически полтора миллиона гектар торфяников в Тверской области, конечно, что угрозы существуют. И, уважаемые друзья, еще давайте раз напомним, что сами по себе весь пожар не возникает. Ну, вот, потому что, говорят, торфяник может там дымиться годами, вот возникнет какая-то температура и все, воспламенение. Такого не бывает. В Тверской области условий для самовозгорания торфяников нет. То есть, эта температура должна быть выше 50 градусов, но мы же знаем, что у нас такой температуры нет. Держаться длительное время. Поэтому, в любом случае, виновником пожара является человек. Человек. И мы еще раз этому человеку напоминаем, в первые минуты любой пожар можно затушить стаканом воды. Не забывайте об этом. Самое главное, не оставаться равнодушными, не проходить мимо. О чем нужно помнить тем, кто выходит на воду? Вот говорили о тревожной статистике, это и те же самые гидроциклы, да, когда взрослые без спаржилетов. Что нужно иметь при себе, когда ты садишься в любое плавсредство? Ну, в первую очередь, необходимо пройти техническое освидетельствование плавсредства, которое предусмотрено правилами. Проводится оно раз в пять лет. Но перед каждым сезоном судоводитель обязан проверить свое плавсредство на пригодность его эксплуатации. Насколько оно на плаву хотя бы? Да, что не образовалось ли каких-либо, может быть, каразийных там пробоин или еще каких-то моментов. Или если лодка там ПВХ или резиновая за зиму не пострадала ли в каком-либо случае, то бывают случаи, что могут и животные даже там какие-нибудь правильно испортить там судно. Мышь прогрызла. Да, или там какие-нибудь такие различные бывают неожиданности. Поэтому необходимо обязательно проверить. Обязательно проверить спасательные средства. Они всегда должны быть, потому что это жизнь, это надо понимать. Если нет спасательного средства, уже человек, находясь на водоеме в плавсредстве, имеет потенциальную возможность просто погибнуть. Спасательное средство, Сереж, это тот самый спас-жилет? Ну, одно из спасательных средств, да, это спасательный жилет. Необходимо, чтобы не просто его наличие было. Надо проверить, чтобы замки работали, на молниях много жилетов бывает. Просто собачка застегивающая выскочила или где-то потерялась. Вот, чтобы он был нерваный. Лямки, чтобы были все пришиты и находились, ну, как бы, в ненадурованном состоянии. И по размеру еще было. И по размеру, да. Когда человек идет в магазин, там же все объяснят, там продавцы-консультанты, они все знают. Ну, и должны люди сами знать, раз ты сел управлять плавсредством. Даже если судно не подлежит регистрации и не требуется удостоверение на право управления маломерным судном, если ты выходишь на воду, необходимо правила знать. То есть ознакомиться, какие правила существуют. Ну, правила плавания по внутренним водным путям, которые утверждаются приказом Министерства транспорта, и правила пользования маломерными судами, которые утверждаются приказом МЧС. Это все вот эти приказы, все это можно ознакомиться на сайте, да? Да, это два основных документа, которые регламентируют пользование маломерными судами. Это, как я уже объяснил. Причем с 1 января вступили новые правила пользования маломерными судами, которые конкретизировали уже некоторые моменты пользования маломерным судном. И, в частности, указывается, на каких плавсредств обязательно не просто наличие жилета, а когда он должен быть одет, как вот, например, на гидроцикле. Уже четко в правилах написано. То есть дети должны быть до 12 лет одеты в жилеты. Гидроциклисты в обязательном порядке должны быть одеты в жилеты. Например, на буксирующем лыжника или на серфинге должен быть наблюдающий, чего раньше просто не было нигде сказано. Ну, потому что жизнь, она написала, уважаемые друзья, да, все эти поправки. Прописан именно перечень неисправностей, условий при которых запрещается эксплуатация судна. А по административному кодексу правонарушения, именно уже, как оно равнозначно, как управление незарегистрированным судном и имеющим неисправности, сейчас уже достаточно ощутимый штраф от 15 до 20 тысяч. Поэтому необходимо четко соблюдать и понимать это. Но штрафом, а жизнь жизнью, поэтому жизнь дороже всего. Да, вот как раз о жизни. Я помню случаи у нас были, когда те же самые рыбаки без пазжилета, запутанные в сетях, люди гибли реально, или переворачивается лодка. Ну да, особенно в прохладное время года. К сожалению, эта статистика, она каждый год, она не уменьшается, она только увеличивается. Уважаемые друзья, что нам сделать для того, чтобы хоть немножечко, может быть, кто-то прислушается? Ну, это же наша с вами жизнь. Не, ну, во всяком случае, тенденцию мы выйдем положительную, что редко уже, когда встретишь на реке человека, который не взяли. То есть это уже относится к категории, которые, ну, очень пренебрежительно относятся. Ну, потому что вы какую профилактическую работу проводите? Вы буквально вот... Ну, и люди понимают. Не понимают обычно, если люди всё-таки употребляют спиртные напитки, правильно, как и купаются, в состоянии опьянения. Ну, к сожалению, к сожалению. Но выбираются на природу часто. Вот в пятницу поехали, да, вот они на природе. Для чего? Для одного. И тут же самое, и пожары, им уже не до приказов ни до каких, и не до этого стакана воды, да, который можно ликвидировать. Это уже всё равно. Что мы можем, Александр Юрьевич, сказать сейчас, предупредить относительно угрозы возникновения бытовых пожаров? Вот в тех же самых дачных деревянных домах. Понятно, что летний период – это обязательно выезд на дачи. Дачи, как правило, зимой были законсервированы, не пользовались ими длительное время. И по приезду, конечно, хочется быстрее, может быть, печку натопить, может быть, включить сразу все электроприборы в электрическую сеть. Так вот, сначала надо всё проверить, во-первых, на исправность, чтобы потом, как правило это происходит, когда стали топить печь, перетопили, навыки потеряли за зиму, печь где-то могла треснуть, и возникают пожары именно из-за человеческого недосмотра неправильных каких-то действий. Ну и с проводкой тоже связано очень много пожаров. Это, наверное, одна из основных причин. Сейчас проводка совершенно верно на первое место. Есть кому в тех же самых кооперативах проверять? То есть там должность электрика существует, которая должна проходить и смотреть, когда человек должен бить тревогу, что что-то не то с проводкой? Ну, как правило, как показывает практика, таких людей в ДСНТ нет просто-напросто. Может, конечно, заключаться какой-то отдельный договор с такими специалистами. Дачники считают деньги как отсутствие. Но опять же деньги, а когда сгорел дом, уже и сохранят нещие. Как правило, каждый дачник либо сам монтирует эту проводку, либо кого-то нанимает каких-то специалистов, и уже сам отвечает за свою безопасность. Ну, и плюс, конечно, в самом начале периода дачного хочется прибраться, хочется сложить, сжечь. Сжечь. Вот возвращаемся к тому самому, что нужно сжигать. Хотя уже вроде бы... Лучше вывести. Лучше вывести как мусор. Да. Тем более, что приходит уже контейнер во многих оперативах стоит, и есть возможность выбросить. Да. Значит, мы говорим, это проводка, это печи. Да, прежде всего. Ну, естественно, у нас традиционная причина – это неосторожное обращение с огнём при курении, в том числе и в нетрезвом виде. Опять это нетрезвый вид. Ну, к сожалению... На втором месте это причина. Статистика. Да, сегодня на втором месте. Первая электрика на втором месте с небольшим отставанием – это курение. И хочется призвать всех жителей, ну, не только, как говорится, у нас сейчас идёт большая компания по оборудованию автономными пожарными извещателями многодетных семей, вот на уровне правительства. Но мы призываем и будем продолжать призвать всех жителей устанавливать данные автономные пожарные извещатели у себя в домах, в том числе в дачных. То есть это уже задача председателей кооперативов, да, на собраниях доводить до каждого человека кооператива? Доводить, и мы доводим, соответственно, до председателя. И по деревням, по старшей по деревне, да, существует? Да, это показали свою, они работоспособность, свою действенность при обнаружении пожаров на ранней стадии. Если кто-то даже, допустим, поставит чайник на газ, забудет, он сработает и от этого, от пара, и сработает от сигареты, если вдруг кто-то заснул, не дай бог, с ней предупредит. Вообще-то, конечно, страшно. У нас боеспособность пожарных подразделений какова вот в районе? Как быстро смогут приезжать? И оборудовано ли, кто следит, опять же-таки, чтобы был огнетушитель и прочее? У нас 86 пожарных частей, все, конечно, боеготовны, боеспособны, все машины заправлены как топливом, так и водой, чтобы не было такого мнения обывательского, что вот мы без воды приезжаем. Мы без воды никогда не приезжаем. Но территория области настолько большая, что в каждой деревне, конечно, пожарную часть построить невозможно. Есть некоторые населенные пункты, которые расположены от пожарных частей на достаточно большом расстоянии, до 60 километров, пожарная машина. Мы понимаем, что это многотонный агрегат, который не самолет и двигается. То есть до 40 минут бывает. Есть такие отдаленные населенные пункты, до которых мы добираемся до 40 минут. А если еще распутятся, если еще дороги, это тоже, асфальта-то нету? Асфальта нету. Это через лес, в темноте, ночью. Поэтому двигаемся с соблюдением всех мер безопасности. Но люди, которые находятся в этих населенных пунктах, должны понимать сами прежде всего и себя обезопасить максимально. Они должны понимать, что помощь-то к ним придет, но не так быстро. Да, но может опоздать несколько. Поэтому там меры пожарной безопасности должны соблюдаться в первую очередь. Если случилось, вот не дай бог, самому стоит что-либо предпринимать? Вот как я знаю, у нас вот что-то горело, мы выстрелили в цепочку и из колодца передавали воду, заливали. Но уже полыхало. Понятно, что пожар должны тушить специалисты, специально обученные люди. Но, повторюсь, на первых стадиях, когда он еще не развился, когда он имеет небольшие размеры, то может потушить даже обычный человек, набросив одеяло, исключить доступ кислорода, ведром воды залить что-то. Но с соблюдением, опять же, мер безопасности. И опять же такие, тут угрозы газовые баллоны те же самые, да, существуют, которые могут взорваться. Сегодня мы говорим еще о том, что летом мы начинаем готовиться к зиме, да? Вот какие, что нужно предпринимать, что нужно залатать, да? Я не скажу, где-то далеко, да, и нет асфальтового покрытия, а где-то есть асфальтовое покрытие, и подъехать нельзя пожарной машине. То есть это блоки, шлагбаумы, да, как бы у нас сейчас такие... Это тоже работа ведется такая, да, по людям, чтобы объяснение какое-то? Или здесь уже штрафы? И проверки проводятся. К нам приходит информация, мы на каждую информацию реагируем, проверяем, перепроверяем, предупреждения выносим. Это чтобы, в смысле, чужой не заехал во двор, да? Уже программа, да, существует там в администрациях, рассматриваются эти моменты, когда перегорожены там дворы, там шлагбаумы в обязательном порядке, извещаются, получили разрешение МЧС, ли имеет доступ открыть этот шлагбаум. То есть такая работа проводится сейчас. Но в каких-то местах где-то еще не до конца все это сработает. Мы проинформировали все администрации о недопустимости установки таких шлагбаумов, которые... Граждане, которые сомневаются, правильные неправильные... Пусть нам сообщают, мы едем, каждый случай будем рассматривать и перепроверять. Очень много заявлений, на каждое реагируем, там, где неправильно установлены эти шлагбаумы, либо... Это безопасность. Ну, это, конечно, это безопасность и со стороны МЧС, это ведь и скорая не подъехать. И скорая помощь, конечно, да. Это в период пандемии называется. Конечно. Что сейчас, какая основная задача, вы о чем хотите предупредить, что может сделать человек, старший по деревне, кооператив, или конкретной семье, чтобы подготовиться на зиму? Летом? Ну, во-первых, это покос травы, все-таки мы считаем. То есть к весне нужно готовиться уже осенью? Да. Это вот уж косить траву, чтобы не было того самого пола, о котором мы говорили. Из года в год это очень большая проблема, да, повторимся. Если ее скосить, даже, в принципе, если не убирая с этого места... Причем нужно косить не только у себя, еще добиться, чтобы и соседи обязательно скосили. Потому что, повторюсь, безопасность не бывает индивидуальной. Нельзя скосить только у себя траву. А если у соседа весь огород зарос, ну, это такая же угроза вашему дому соседнему. Поэтому нельзя пренебрегать простейшими правилами. Обязательно смотреть, что с проводкой, и все-таки печки. Это тоже одна из основных проблем зимой, пожары. Сейчас, пока есть возможность, пока тепло, их нужно ремонтировать. Накапливаются сажи, и она постепенно не с первого протока, но загорится. Но тут специалисты-то должны, или можно это сделать самому? Нет, специалисты. Только специалисты. И у нас в области такие специалисты есть. Да много, конечно. Это первое, что нужно сделать в преддверии осени. Хотя уже говорили, что лето только началось, но мы уже говорим об угрозах. Да, которые существуют и переносятся. Готовь сани летом. Сергей, относительно воды, что можно посоветовать еще раз людям, чтобы каким-то образом себя обезопасить летом? И как, может быть, готовиться к зиме? Ну, купаться нужно в специальных определенных местах. То есть это пляжи. Пляжи у нас в области есть, даже достаточное количество. Ну, и в традиционных местах. Пусть даже, например, в городе Твери нет официального пляжа, да, вот на нашей... Но есть хотя бы место, к которому люди привыкли? Место есть. Тем не менее, администрации города Твери предприняты меры, чтобы как-то обезопасить. То есть дно водолаза обследовали, выставляется специальный спасательный пост на катере. Ребята обучены, они ежегодно в летний период там дежурят. Вот, поэтому... И плюс выставляются вот эти буйки, которые обозначают границы заплыва. То есть это уже не допускает и как заплыв за эти буйки граждане, так же и тот, кто управляет плавсредствами, видя, что стоят буйки, они уже не приближаются к купающимся там. То есть определенные меры приняты. Пусть он даже не официальный пляж. Мне известно, что даже были случаи, что люди, ну, чётко каждый год фактически, молодёжь особенно, любители прыгать с мостов у нас находятся такие. Ежегодно у нас имеют место такие случаи. Можно как-то ещё понять, когда там человек прыгнул с моста, ну, из-за какой-то жизненной ситуации. Да, это не надо судить. Психологический травм. Да, здесь. Но в большинстве случаев люди с моста прыгают ради своей бравады, так сказать. Это и опять же-таки под алкоголем. Как вот рассказывали относительно переплыву, не переплыву, поспорили. Да, и практически в 80% человек, прыгнув с моста, погибает. Потому что под каким углом он попадёт... Какого бы высоты мост ни был, да? Да, поэтому в первую очередь мы хотим сказать, что это может привести к гибели человека. Обязательно к родителям обращаемся ещё раз, что не оставляйте детей, без присмотра у воды. Обязательно берите с собой различные жилеты, нарукавники для детишек. Потому что вот даже один был случай у нас. Речка всего шириной, ну, 30 метров каких-то в Калининском районе. Сильное течение. Собака в воду забежала, ребёнок за ней. Ребёнка течение подхватило. На глазах у родителей ребёнок погиб. Поэтому, может быть, в любой момент произойти несчастные случаи. Я хотел добавить, неважно, связано с отдыхом в Ферской области, или поедут на море куда-то, может быть, туристами куда-то поедут. Именно дети – это предмет отдельного внимания взрослых. Дети никогда ни в чём не виноваты. Виноваты в каких-то происшествиях всегда взрослые. Где-то недосмотрели. Это связано и с пожарами. Это и с ДТП связано, когда дети так же гуляют, просто из дома вышли, на дорогу тоже это надо смотреть. Дети не должны оставаться без внимания взрослых ни на минуту. Потому что для трагедии две секунды хватает, чтобы произошло несчастье. Александр Анатольевич, Ваши пожелания? Ну, во-первых, ни в коем случае не разводите костры. В наш, в этот пожароопасный период соблюдайте требования пожарной безопасности, оборудуйте свой дом пожарными извещателями, автономными, которые стоят недорого, продаются в интернете, а также в специализированных магазинах. Обо всех нововведениях, обо всех правилах можно узнать на Вашем сайте. Да, сайт МЧС России по Тверской области, да? Сайт обновляется ежедневно. Выкладываются все новости, информация доступна. Может любой гражданин зайти, посмотреть интересующую для себя информацию. Мы пока не говорим о прогнозах на лето. Но любая погода здесь уже, то, что мы сегодня говорим, это зависит только от человека, а не от погоды. Можно и в дождливую погоду себе схлопотать пожар, да? При переливном дожде, да? Можно и в засуху тонуть. Есть еще приложение МЧС, оно доступно, каждый может себе установить. Бесплатное. Бесплатное, да. Скачать на телефон, там вся информация тут также размещается, очень удобно пользоваться, даже дети разберутся. Спасибо Вам, дорогие друзья, за участие в программе. Я надеюсь, что Ваши советы помогут жителям региона сохранить свою жизнь и здоровье. Это самое главное. Берегите себя, будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»